Друзья, всем привет! За последнее время я распаковал достаточно много чехлов, которые заказывал на Алиэкспрессе. Если кому интересно, на каждый чехол, что я сейчас покажу, есть отдельное видео на канале. А также стекла, пленки защитные, и все, что касается Redmi Note 9 Top, и не только. Также других моделей компании Xiaomi и Redmi. Так что, ссылки будут в описании на все чехлы, которые я вам сейчас покажу. Это мой топ-12. Все, которые чехлы мне не понравились, я, естественно, выбросил. И сейчас вам покажу, что же у меня осталось. Именно эти чехлы я рекомендую к покупке. На данный момент на Алиэкспрессе стартовала распродажа. Так что, я думаю, это будет хорошее предложение. А самое главное, что это будет вовремя. Примерять я буду на свой Redmi Note 9 Pro. Если у вас какая-нибудь другая модель, ну, допустим, Redmi Note 8 Pro или Redmi Note 7, просто переходите по ссылке в описании, ставьте галочку напротив своей модели. Я же продемонстрирую еще раз говорю. На своем аппарате. Это мой основной аппарат. Я им пользуюсь каждодневно и очень им доволен. Также будет ссылка, если вы хотите купить. Сейчас очень выгодная цена. Опять-таки, не упустите свой шанс. Великолепный смартфон. Кратко. Шикарная автономность. Крутая камера, как видео, так и фото. Пункции NFC. Шикарный дисплей. Мощный процессор. Type-C. В общем, нашпигован по полной. Более того, заднее у нас стеклышко. Красивая раскраска. 128 гигабайт. Если хотите или раздумываете, я вам советую взять. Очень хороший аппарат. Все ссылки будут в описании. Еще информация. На данное время у меня прямо на камере приклеено защитное стекло. Очертания вы сейчас можете наблюдать. Это крайне дешевая штука. Очень дешевая и очень полезная. В последнее время блоки с камерами становятся все больше и больше. Стекло, которое прикрывает линзы, все гораздо шире становится. Настоятельно рекомендую приклеивать защитное стекло как и сзади на камеры, так и спереди на основной дисплей. К слову, на моем дисплее приклеена вот такая вот интересная пленка. Это толстая пленка. Такая пластиковая. Называется она у китайцев керамическая пленка. Есть видео на канале распаковка. Очень классная штука. Гоняю. Самые плюсы. Сейчас я вам прям перечисляю сразу. Во-первых, она матовая. В ночное время очень приятно смотреть контент. Глаза не устают. Более того, у него вот это вот покрытие, способ нанесения такой. Я уж не знаю точно, но тем не менее, оно слегка шершавое, зато палец скользит моментально. Ну и самое главное, оно абсолютно не оставляет на себе отпечатки пальцев. Ну и смотрите, никаких бликов. Если бы это было обыкновенное защитное стекло, бы вы сейчас видели отражение. Мое отражение в черном дисплее выключенном. Его нет. Шикарная вещь. Очень рекомендую. Ну и при падениях оно не разобьется, так как это не является стеклом. Также по краям есть черная окантовка. Никаких воздушных прослоек. Легко очень быстро клеится. В общем, справится абсолютно любой. Ну а теперь что? Переходим к самому основному контенту. Это чехлы. А начну я, пожалуй, сразу с чехла, которым я пользуюсь на постоянной основе. Это чехол компании Nilkin. Я перетрогал много всяких силиконовых чехлов, но этот мне понравился больше всего. Вообще, компания Nilkin, ну, лично для меня самая лучшая по производству чехлов. По крайней мере, если вы заказываете на Алиэкспрессе. Поэтому я всегда ее советую. Это всегда премиум чехлы и за хорошую цену. Не лишним будет добавить, что данные чехлы продаются у нас в магазине, но оценка в два раза. Имеет значение чуть подождать и получить с Алиэкспресса в два раза дешевле. Все, примеряем сразу. Помимо того, что я буду показывать, как это все выглядит, я еще расскажу о плюсах всех чехлов. Итак, здесь очень ровное отверстие. Он крайне цепкий. Мало того, что сам силикон по себе очень цепкий материал. Но здесь еще также идет напыление, такое, знаете, как наждачка по краям. То есть вы в никоем случае не выровняете. Очень цепкий. Выглядит вот таким образом. Как вам пишите в комментариях. Углы очень хорошая защита. Камера защищена. Даже защищает то защитное стекло, которое у меня приклеено. Пожалуйста. Все провалилось. Не царапается телефон, когда лежит таким образом. Ну и дисплей. Конечно же, он защищает дисплей. Опять-таки, защищает даже защитное стекло, вами приклеенное. Чехол очень суперский. Очень продуманный. Крайне ровные отверстия. Плюс ко всему, вот эта вот часть вся прозрачная. Он притемненный. Там две раскраски. Две конфигурации. Притемненный и полностью прозрачно. У меня в данном случае притемненный. Но торцы, как можете вы сейчас видеть, они такие матовые. И этим самым он мне очень нравится. Очень рекомендую чехол. Я им пользуюсь на постоянной основе. И в большинство случаев я хожу именно с ним. Ссылки на него будут в описании. А мы продолжаем. Идем далее. Идет следующее. Это у нас стеклянный. Впереди выглядит следующим образом. Сильно не прибавляет смартфону, как можете видеть. Потому как черная окантовка. По защите экрана. В случае чего не допустит царапин на защитном стекле. Кладете вниз, не царапается. Далее. По защите камеры также прикрывает все. Слегка заподлицо получается с моим защитным стеклом на линзах. Это самый лучший чехол из стеклянных. Чтобы убедиться в том, что это действительно на самом деле стекло. Достаточно взять металлический предмет и попробовать его поцарапать. Как видите, ничего не остается. Очень ровное отверстие. Посмотрите, все по центру. Камера выглядит вот так вот, так же в центре. Сверху также присутствует отверстие, которое ровное и четкое. Все сходится. Вот таким образом у нас выделенные кнопочки. Здесь сканер отпечатку пальца. Все срабатывает шикарно. Опять-таки, очень советую этот чехол, если вы хотите именно стеклянный. Есть, правда, один минус. Если вы такой чехол применяете, не ложите на край дивана, на край кресла. Может слететь и упадет. Это у нас фирменный чехол. Насколько я помню, компанию сейчас прям так бренд не могу вспомнить. Оранжевый цвет, а там много раскрасок. Да, поэтому не сказал. Там две конфигурации. Вот здесь 5G написано. А вторая конфигурация здесь. Аккумулятор нарисован. Здесь процессор. В общем, по типу скелетон. То есть, будто бы у вас задняя поверхность, задняя крышка смартфона просвечивается. Подложка резиновая. Сверху дермантин. Китайцы обычно пишут, что это якобы на самом деле кожа. Это не так. Вот таким образом у нас смотрится. Как вам? Пишите в комментариях. Все очень четко, отцентровано. На самом деле очень красиво. Если смотреть в макро, здесь такое вот бархатистое, небархатистое. Ну, в общем, сделана хорошая поверхность. Не выскальзывает из рук. Очень приятный на ощупь. Тактильно очень приятный чехол. Спереди, естественно, он особо не прибавляет, потому как, опять-таки, черная окантовка. Выглядит это все следующим образом. Смотрите. Переднее стекло у нас под защитой царапаться не будет. Далее у нас камера также провалилась туда. Кнопка включения-выключения у нас выглядит следующим образом. Вырез. Сканер и пчетку пальцев. И вот такие кнопочки у нас скачают громкости. Щелчок отличный. Отклик великолепный. Опять-таки, напоминаю, что я эти все чехлы уже распаковывал. Они проверенные. Рекомендую. Очень хороший вариант. Снова у нас компания Нилкин. Уже пластик. Вот так он выглядит в макро. Суперский чехол. Несколько расцветок, насколько я припоминаю. По-моему, четыре. Белый, черный. Вот такой вот синий, не синий, фиолетовый. И еще какой-то уж подзабыл. Опять-таки, подходит на многие модели компании Xiaomi, смартфоны. Redmi. Переходите, ставите галочку напротив своей. Допустим, на Redmi Note 8 Pro. Кстати, до того, как пользуется Redmi Note 9 Pro, я пользовался Redmi Note 8 Pro. Крайне был им доволен. Но сейчас он у меня в плачевном состоянии. Немножко рекламы. Вот так он мне сейчас выглядит. Если кому интересно, у меня есть видео, я его сломал пополам. Более того, еще и утопил. Но он прошел это испытание очень даже достойно. А еще пытался царапать его. Ну, в общем, надфилем прошелся. Если кому интересно, ссылка будет в описании. Переходите или на канал пройдите. Посмотрите. Крайне интересное, забавное видео. Ну, а я продолжаю. Очень ровное отверстие. Смотрите, как все четко. Идеально. Единственное, что немножко промахнулись у нас с перфорацией динамика. А так, в целом, неплохо. Ну и микрофон. Все равно не прикрыто. Все очень ровненько. Далее. У нас насечки по краям. Опять-таки, по типу наждачки впиваются в руку. Здесь вот такое вот тоже рифление. Такое вот. Благодаря этому рифлению не остаются отпечатки пальцев. Не так пачкается, мысгается сам чехол. Камеры прикрыты. Напоминаю, что у меня приклеено еще защитное стекло, которое прибавляет по высоте все же. Спереди также все прикрыто. Не царапается. Не знаю, сказал или не сказал. Кнопки у нас перфорированные. Вот так вот они оформлены. Смотрите. Поэтому отлик у них очень даже великолепен. Быстрый, четкий, молниеносный. Сканер щетку пальцев. Не знаю, ну проверять здесь, не проверять. Понятное дело, что будет все срабатывать. Смартфон смотрится вот таким образом. Очень красивый, интересный цвет. Я надеюсь, вам нравится. Ну а если не нравится цвет, вы всегда можете подобрать то, что вам будет больше по душе. Компания Нилки. Переходим к следующему. Скомбинированных материалов опять-таки у нас идет резина. А вот это у нас, смотрите, какой материал приятный, красивый. Внизу дермантин. Это тряпочка такая. Тряпка приклеенная. Я не знаю, как уже толком они там называют. Но крайне приятная на ощупь. Тактильно весь полностью чехол приятен. Посмотрите, какая подгонка двух материалов. Щель какая. Ее там просто, ну тупо нет. Клей нигде не торчит. Выполнено отверстие крайне ровненько. Примеряем. Ну просто шикарно. Тут вообще не докопаться. Сверху отверстие шумоподавления и капорт в смартфоне присутствует. Великолепно. Защита по дисплею. Да, тут все без нареканий. Что еще? Вот так вот сзади смотрится у нас. Как вам? Там очень много конфигураций и расцветок. Может быть полностью дермантиновый. Может быть полностью тряпичный. Пожалуйста, на ваш выбор. В том числе и цветов. Разнообразие. Очень хороший, качественный и крайне дешевый чехол. Опять-таки чехол Нилкин. Я считаю, что это самый продуманный чехол. В целом. Посмотрите, какая здесь защита камеры по типу слайдера. Качественный. Крайне качественный. На самом деле не очень-то и дорогой. Я бы даже сказал дешевый, как для своего функционала. Вот так вот здесь все срабатывает. Открываете камеру и пользуетесь. Не надо. Закрыли. Очень хорошая защита по типу слайдера. Я уже показывал это видео. Вот, пожалуйста, слайдер. Да. Здесь та же самая технология. Как и здесь, вот прикрывается камера. Посмотрите, вот как раньше было устроено камера. Открыто. И вот, пожалуйста, закрыто. Очень клевая фишка. Сейчас это не применяет. Но благо делают вот такие вот компании Нилкин хорошие чехлы. Класс. Также имеется вот такая насечка. Достаточно глубокая. Благодаря ей телефон не выскочит у вас из руки. Более того, не сильно остаются отпечатки пальцев. Как видите, чуть промахнулись. Но, тем не менее, крайне ровненькие. Обратите внимание. Сверху у нас, кстати, попали. Все отлично. Дисплей, естественно, защищен. Царапаться он не будет. Ну и очень крепкий чехол. В том смысле, что если упадет. Пластик очень мощный. Кнопки у нас выделены перфорированные. Посмотрите, как оформлено. С канавческим пальцем вырез очень широкий. Поэтому палец сюда кладется крайне идеально. Спереди выглядит таким образом. Посмотрите, снова черная окантовка. Не прибавляет смартфону. Супер. Единственное, что понравится вам такой дизайн или нет. Выпуклость вот такая. Потому что телефон, как видите, погуливает. Есть такое. А так, в целом, очень рекомендую. Если вам надо было самая лучшая защита. Конкретно вот этих вот ваших прекрасных линз. То, думаю, ничего лучшего не найдете. Это все дело фиксируется. Ни в коем случае. Смотрите. От тряски не сдвигается. В общем-то, класс. Не задержимся. Идем дальше. Так, следующий чехол будет вот такой вот защищенный. Смотрите, он крайне продуман. Брутальный чехол. Ну что, цепляем. Чехол также качественный. Потому я его и оставил. Смотрите, что мы имеем. Во-первых, есть вот такая клипса. Вы можете это все дело подвешивать куда-нибудь там на поезд, на карман. Я уж не знаю. Но есть такая вот функция. Далее присутствует подставочка. Можно смотреть контент. Так. Смотрите, вот так вот мы ставим. Пожалуйста. Можно потреблять контент. Какой-нибудь юдосик посмотреть. Не знаю. На ютубе, да? Спереди. Спереди. Вот так вот смотрится. Несколько расцветок. Я вот выбрал такой приятный. Не знаю. Зеленый, не зеленый цвет. В общем, крутяцкий. Очень крутой чехол. С выставками по краям. Поэтому можно его даже использовать как в качестве самообороны. Спереди. Смотрите. Ну, я думаю, бруталые мужики оценят. Мне тоже очень нравится. Некоторое время я с ним гонял. Супер. Ну и, конечно же, защита дисплея. Куда же без нее. Опять-таки, даже защитное стекло он прикрывает. Не поцарапается. Камера здесь вообще без разговора мало. То, что она там провалилась. Абсолютно утонула. Так еще здесь эклипса не дает. Да, есть у него такой недостаток. Вот. Пожалуйста. Но, тем не менее. Материалы. У нас резина. Черный это у нас пластик. Оформление очень интересное. Чехол можно достаточно долго рассматривать. В общем-то, дизайн интересен. Я не знаю, сами ли они его придумали, китайцы. Может, где-то они спионерили. Тем не менее. Имеем хороший вариант. Так что, ссылка в описании. Если возьмете, не пожалеете. Резина очень качественная. Подгонка на полном уровне. Как бы того хотелось. Снизу отверстие проверяем. Смотрите, как все. Очень хорошо. Очень. Далее сверху и капорт шумоподавления. Тут не промахнулись. Все по центру. Камера по центру. Вот таким он у вас будет смотреться в руке. Пишите в комментариях. Нравится, не нравится. Я думаю, дизайн многим зайдет. Мне лично, я еще раз повторюсь, очень даже понравился. Иногда мне нравятся такие решения. Такие брутальные, мощные чехлы. Переходим к конкретно резиновым чехлам. Так, ну вот у меня три штуки. Это самые качественные резиновые чехлы. Два из них просто великолепные. Один под вопросом, но сделан достаточно неплохо. Ну и по-моему, все-таки, по-моему, вот этот чехол дешевле, чем эти оба. С него и начнем. Итак, несколько раскрасок. Достаточно есть яркие, молодежные раскраски. Переходите, смотрите. Здесь вот такое вот перфарирование. Якобы, чтобы остывал ваш смартфон при играх. Не знаю. Как по мне, так это больше несет такую более визуальную составляющую, дизайн. Наверное, скорее всего. Но, что у него не отнять, это, конечно же, полная защита камеры. Смотрите. Четыре отверстия под глазки с лицами. И все. Стекло полностью прикрыто. Смотрится вот таким образом. Я думаю, многим такой чехол изойдет. Опять-таки, не забывайте про разные расцветки. Если у вас Redmi Note 7, переходите по ссылке в описании. Ставьте галку напротив своей модели. И спереди. Немножко прибавил в размерах, естественно, из-за не черной уже окантовочки. Тем не менее, смотрится стильно. Думаю, многим даже понравится. Такой вариант. Симпатично. Спереди стекло. Ну, по крайней мере, стекло, которое родное, дисплей, он защитит. По поводу защиты приклеенного на мною стекла. Тут уже под вопросом. Он скорее заподлицо. Прямо край в край. Отверстия. Они так все вроде бы неплохо, четко, ровно. Но если вблизи рассматривать, они не совсем аккуратные. Сказывается цена, но все-таки, этого чехла. Сверху таким образом. Далее кнопочки у нас, посмотрите, яркие красного цвета. Сканер четко пальца вырез. Также немножко небрежный. Тем не менее, это никоим образом не влияет на его функционал. Все срывает четко, отлично. Далее громкость. Посмотрите. Отклик быстрый. Резина. Многим тактильно это нравится. Он крайне цепкий, опять-таки. Может быть не так, как силиконовый, но очень цепкий чехол. Такой вот симпатичный. Мне очень зашел этот цвет. Я надеюсь, камера передаст. Хочу отметить, что в отличие от прошлого чехла, посмотрите, здесь просто резина, да. А здесь с тыльной стороны присутствует такая вот подложечка. Она мягенькая, какая-то бархатистая. Такое ощущение, что это обратная сторона дермантина. В этом есть большой плюс в том, что если мусор будет попадаться, то не сильно рассорапают заднюю поверхность смартфона. Одеваем, примеряем, цепляем. Спереди снова прибавляет, но уже совсем другой раскрасочке. Как вам, пишите в комментариях. Есть вырез под динамик верхний, посмотрите. Ну, как, в принципе, и на всех остальных чехлах, которые я только что вам демонстрировал. Снизу отверстия крайне шикарно проделаны. Очень ровненькие. Обратите внимание, очень ровненькие. И, ну, вспоминайте прошлый чехол, да. Какие там были небрежные перфорации. Ну, немножко промахнули с микрофоном. Так, сверху очень все неплохо. Выглядит сзади вот таким образом. Чем он мне привлек? Ну, во-первых, конечно же, его ценой. Во-вторых, необычными раскрасками. Подберете свой любимый цвет. Но там очень много таких вот необычных раскрасок. Это то ли зеленый, то ли светло-зелено-болотный. Ну, в общем, суперский. Так, и отверстия, конечно же, есть под, чтобы вешать на кисть руки, на запястье. Где-то в путешествии пригодится. Кнопочки у нас вот так вот оформлены. Посмотрите. Сканеречку пальцев. Тут, может быть, у вас будут сомнения. Давайте проверим. Прикладываю палец. Сработало моментально. Далее. Кнопки немножко тяговитые. Но, тем не менее, срабатывают. Но все же на прошлом чехле мне больше нравилось. Видимо, там резина потоньше. Здесь потолще. Пишите, как вам. Я думаю, тоже неплохо. Переходим к следующему. Вот такой вот. Ну, давайте к красненькому потом. Разнообразим, так сказать, контент. Смотрите. У нас здесь, опять-таки, комбинированный. Подложка полностью резиновая. Здесь у нас дермантин. Название бренда. Дермантин вот так вот в макро смотрится. Подгонка пластика и дермантина. Шикарная. По пластику есть такая вот фасочка. Блестящая, срезанная. Да, это пластик. Я проверял. Это не стекло. Мне не нравится из минуса этого чехла надпись, что здесь 12 мегапикселей, апертура 1.8 у камеры. Все это брехня собачья. Note 9s. Ну, Note 9s это то же самое, что Redmi Note 9 Pro. Та же самая болванка. Одеваем. Примеряем. Так. Налез быстро, без проблем. Ну что. Сам чехол, посмотрите, не защищает. То есть, он не наплывает. Он не над уровнем защитного стекла. Но все же будет защищать дисплей. Я это уже проверял, поэтому тут все нормально. Сверху проделано очень хорошо. Снизу отверстие также все неплохо. Плюс-минус есть у нас, указано. Ну и срабатывают они моментально. Без нареканий. Сказать, щетку пальцев. Вырез. Вот таким образом все смотрится. Пишите в комментариях. Вот эта часть может быть другим цветом. Опять-таки по ссылке в описании подбирайте. Как вам? Довольно необычный. С заявкой на премиум чехол. Здесь у нас вот такой материал сетчатый. Он неплох. Удержание. Очень хорошо цепляется. Есть такой недостаток. Я думаю, там может накапливаться какой-то мусор. Возможно, будет более быстро изнашиваться, чем, допустим, резиновый чехол. Хотя не факт. Резиновые чехлы обычно очень неплохо так затираются. Особенно от джинса. Сетка у нас заявлена производителем как нейлон. Уж не знаю, не проверял. Здесь логотип компании Нилкин. В общем, обычный качественный Нилкинский чехол. По конфигурации, по раскрасок, опять-таки, смотрите по ссылке в описании. Я помню, что слегка отличается. Вот эта подложка, она под разными углами на солнце переливается. В этом, собственно, и фишка этого чехла. Спереди защищает, цепляться не будет. Кладем вниз. Ну, елозит по столу именно окантовочкой. Далее. Вот так у нас сзади. Ну, как вам? Я думаю, спорно. Немногим понравится. Одновременно что-то в нем есть такое интересное из дизайна. И одновременно он какой-то, я бы даже сказал, строгий чехол. Как всегда, это качество. Ведь это Нилкин. Спереди. Логотип компании Нилкин. Кнопки проверяем. Ну, тут все будет срабатывать более чем отлично. Да, вот так отличный. Сканер четко пальцев. Очень-очень ровные проделанные отверстия кругом. Смотрите. Тут просто, если бы я хотел докопаться, я не смог. Центровка просто великолепна. То же самое касается и блока с линзами. Все очень ровно. Все очень четенько. Куда ж без дерзкого красного цвета. Ну что. Это, я так уж получилось, что, в принципе, заказал одно и то же компанией, одно и то же, одно и то же бренда. Смотрите, они абсолютно одинаковые. Здесь такая же подложка, как и здесь, мягенькая. Просто это красные расцветки. Из плюсов, конечно же, это защита. Полная защита камеры. Смотрите, какой яркий, какой насыщенный цвет. Просто великолепен. Если вы хотели красной раскраски, чехол, присмотритесь. Я вам прям советую от души. Класс. Смотрится, ну, прям сдалека. Но невозможно пропустить взглядом. Такой яркий, красный, насыщенный раскраски и смартфон. Красный кантик у нас идет. Опять-таки, на любителя. Последний чехол в моем списке. Он просто крайне интересен. Абсолютно пластиковый чехол со вставками. Тут тебе и брутальный, тут и необычный. И, в общем-то, в нем, в этом чехле, смартфон выглядит крайне красиво. Четыре расцветки. Вы только посмотрите на это оформление. Ё-моё, ну, как вам? Я думаю, блин, такое нечасто видишь. Я вот не знаю, по-моему, я в магазинах, я смотрел, но нигде такого не видел. Только на Алиэкспрессе. Может, кто встречал, конечно, пишите об этом в комментариях. Но есть и желтый цвет. Сейчас я припоминаю и зеленый цвет. В общем-то, это, пожалуй, самый скучный цвет. Я его подбирал конкретно под мою раскраску смартфона, потому что у меня смартфон серый. Вот я посчитал, что таким способом лучше обыграю раскраску своего смартфона. Есть, по-моему, еще и красный цвет. Так что, очень брутальный, очень мощный по углам усиление. Смотрите, какие выступы. Опять-таки, для самообороны точно подойдет. Сканер пальцев сильно углублен. Срабатывает без проблем. Кнопки. Вот надо здесь проверить кнопочки, я не помню. Да, немножко тяговито. Но, в принципе, так, если по шкале от 1 до 10, ну, где-то на 8 тянет. Отверстие снизу. Вот так у нас выглядит. Как видите, у нас здесь пластик сходится с резиной. Очень мощное усиление. Естественно, посмотрите, какая защита у нас камеры. Просто охренеть. Она там провалилась, как вне себя. Центровочка. Спереди дисплей, естественно, защищен, не царапается. Ну, и вообще, очень мощный, очень такой брутальный, опять-таки, чехол. Не вылетит из рук. Уж тем более. Любые падения выдержит. Проверено. Это были самые лучшие чехлы. На мой взгляд, перелопатил я их много. Так что, поверьте, они стоят все своих денег. Очень красиво смотрятся. Очень качественно сделаны. Подпишитесь на канал. Еще будет много распаковок. Да, еще не забудьте про этот вот телефончик. Смотрите видео, как я его пополам переломал. Все-таки испытания на прочность достаточно интересные, я думаю. Если вы владелец, особенно Redmi Note 8 Pro, так уж тем более. На этом все. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...